Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем третью главу книги пророка Захарии. Эта небольшая глава посвящена видению Иисуса Великого Иерея. Кто этот Иисус? Иисус, сын Иосидеков, был первосвященником. Поэтому он назван здесь Великим Иереем. Первосвященником, потомком тех сынов Аароновых, первосвященников. Эта ветвь первосвященников сохранялась в плену. И вот когда народ вернулся из плена, возрождается его жизнь, в том числе религиозная, отстраивается Иерусалимский храм в этом храме первосвященником Иисус. Эти первосвященники в то время претендовали и на политическую власть. И в конце концов, в общем-то, они этой политической власти тоже достигли в Иудее под персидским владычеством. А была другая политическая ветвь. И сторонники чисто политической власти и, может быть, даже восстановления монархии, эту ветвь представляли Зарававель, вождь первых переселенцев, возвращенцев в Израиль. Зарававель, Зарубавель и его окружение. Быть может, было какое-то противостояние между Иисусом и Зарававелем. Все это нашло отражение в тех не всегда прямых отсылках, которые даются в книге Захарии, в тех намеках, которые содержатся. И противостояние это, возможно, имело место. Итак, показал мне, ангел Господень показывает очередное видение Захарии, великого Иерея Иисуса, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Сатана, точнее, сатан, это противник. И иногда под сатаной следует понимать падшего ангела, но чаще это, например, книга Ивова, но чаще это какие-то конкретные исторические деятели, которые противостоят божьим помазанникам, противостоят божественному плану, домостроительству спасения и так далее. И воздвиг Господь в доме Давидовом сатана, имеется в виду Авшалом, Ависсалом, который поднял восстание против своего отца Давида. Ну и целый ряд других примеров, книги царств и другие, где конкретные люди, конкретные исторические деятели называются сатанами, шайтанами. Сатан применяется к ним, такое название. Вот здесь сатана, сатан противостоит кому? Иисусу, первосвященнику. Кто здесь этот сатана? Зарабавель ли это? Или кто-то другой? Что это за намек? Непонятно. Две были партии. Партия сторонников религиозного правления, иудея, и политического. Религиозная партия стремилась к политическому правлению. Политическая стремилась ограничить первосвященников, его только функционированием в храме Иерусалимском. Дескать, нечего заниматься политикой. Но возобладала все-таки религиозная партия, как мы знаем, и монархия, то есть потомков Давида, потомков Зарабавеля. А монархия в персидскую эпоху в Израиле, в Иудее не была восстановлена. Хотя персы могли это вполне позволить, и почему бы не иметь иудеям своего царя, пусть он будет в ассальной зависимости от персидского владыки, но какая-то тень монархии, не в полном смысле слова, правления такого политического потомков Давида могла быть. Помазать его на царство, венчать на царство, и пусть себе правит Зарабавель. Нет, иудеи не восстановили монархию, видимо, возобладала партия первосвященников. Так комментируют современные авторы. Вот то противостояние, которое отражено в книге Захарии, противостояние Иисуса и Зарабавеля, двух разных партий. Хотя вроде бы они были единомышленниками и делали одно дело, восстанавливали храм, восстанавливали Иерусалим и религиозно-политическую жизнь в возрождаемой Иудее. И сказал Господь Сатане. Господь повелевает Сатане. Сатана у него всегда на побегушках и исполняет божественную волю. В книге Иова это отлично видно. Пусть Сатана будет. А в Шалом, сын Давида, он тоже... Господь воздвигает его противникам Давиду. И он думает, что свою волю исполняет. На самом деле все исполняется во всем воле Божьей. Так и сейчас происходят мятежи, войны, восстания. Все это Господь попускает и даже инспирирует. Люди думают, что они сами что-то могут умыслить и сотворить на земле. Нет. Все происходит по божественному промыслу, по велению и прямому божественному указанию, как и здесь, в книге Захарии. «И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он исторнута из огня?» Головня исторнута из огня – это Иерусалим, это народ Божий. Этот образ потом Павел применен к индивидуальному спасению христианина. Спасется словно из огня. Вот здесь, в этом втором стихе третьей главы, Господь запрещает противнику, Сатану, запрещает ему противостоять Иисусу. Господь, избравший Иерусалим, вроде бы зарававель здесь Сатан, а может быть не зарававель. И так можно истолковать и сяк. Может быть, здесь Сатан – это тот же самый персонаж, что в книге Иова, где Господь попускает Сатане действовать против праведника. А может быть, здесь так назван зарававель. Разные комментарии, разные подходы к истолкованию этого места. Дальше описывается сам Иисус, сын Исидеков, первосвященник. Он был одет в запятнанной одежды и стоял пред ангелом, пред ангелом Господним. Запятнанной одежды в мессианском ключе христианские экзегеты истолковывают. Говорят, что здесь он является прототипом Иисуса Христа, Иисуса Иосидеков. Прототип Иисуса Христа, у которого одежды были запятнаны кровью. Вспоминается в этой связи текст из Исаии, где говорится, «Я топтал точила один, и кровь виноградных гроздов брызгала на одежды мои». Эти тексты перекликаются между собой. Исаия, Захарий, новозаветное повествование о страданиях Иисуса. Иисус, который стоял пред ангелом, запятнанной одежды. Дальше Иисус получает новые одежды первосвященнические, который стоял и отвечал, и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». То есть как-то он пострадал. Может быть, здесь какое-то историческое событие имеется в виду. Как-то был изранен Иисус Иосидеков в этом противостоянии, с политическим противостоянием, религиозно-политическом древней Иудеи. В послепленной мы не знаем, от нас эти события скрыты. История никаких подробностей нам не дает, но, может быть, они нашли отражение как раз вот в этом видении Захарии. Запятнанные одежды с него снимаются. Он облачается в новые одежды, одежды первосвященнические, и венчается кидаром, элемент аароновой одежды. Об этом мы читаем дальше. «А самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою». Вот здесь запятнанность – это, видимо, вина. Все-таки не раны какие-то, нанесенные политическими противниками, а вина. Ну, была вина у первосвященников. До пленных была вина, видимо, в Вавилонском плену. Она была не до конца искуплена пред Богом. И вот теперь эту вину снимает с него Господь и с его предков. Снимает вину с первосвященника своего в Иерусалиме, и он облачается в новую одежду, чтобы быть святым, посвященным, служителем Божьим. «В одежды торжественные облекаю тебя, в одежды торжественные», – говорит Господь. И сказал, возложите, дается приказ, видимо, ангелам, ну или слугам первосвященника, «возложите на голову его чистый кидар». Кидар – элемент одежды, описанный в облачении Ааронов, книжей. Вот возлагается кидар на голову Иисуса. «И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Ангел Господень стоит как служитель Божий, Господень, посланник, исполнитель божественной воли. «И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь Саваоф». То есть ангел передает слова Господа Саваофа кому? Иисусу, первосвященнику. Все это видит и слышит Захария. «Если ты будешь ходить по моим путям, путям Господним, и если будешь на страже моей, первосвященник, он на страже Господне, он в доме Господнем, в храме Иерусалимском, то будешь судить дом мой, дом мой, дом Господень, это, наверное, и потомки Зарававеля, царский дом». То есть первосвященник здесь как бы ставится над Зарававелем. Религиозная власть, власть первосвященника над политической властью, над властью персидского наместника. То есть чаша весов склоняется в пользу религиозной власти. Религиозная власть получает и политическое какое-то могущество. Функции политические получает первосвященник. «Будешь судить дома и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Здесь стоят ангелы какие-то, другие персонажи. И вот он ходит, среди них первосвященник. У него духовное служение, но и политическое тоже. «Выслушай же, Иисус и Ирей великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные». Священники знаменательные. «Вот я привожу раба моего отрасль». Часто вот эту отрасль или росток христианские комментаторы, экзегеты, толкователи отождествляются Иисусом Христом. Отрасль из корня Иесеева. Вроде бы эта отрасль должна быть от Зарававеля. Так оно и есть. Иисус Христос, царь иудейский, потомок Зарававеля, потомок Давида, Соломона, Зарававеля. Вот эта ветвь политическая. Здесь же отрасль, то есть помазанник, Зарававель, может быть, имеется в виду, или его потомок, приводится перед Иисусом, первосвященником. Трудно понять, почему именно так. Может быть. Допускают современные авторы. Здесь опять намекается на то, что политическая власть, политическая, должна перейти к власти священника. То есть первосвященник должен обладать полнотой не только религиозной власти, власти внутри храма, но и политической властью, властью над народом. «Ибо вот этот камень, который я полагаю пред Иисусом, что это за тот камень? На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Каждый сидит под своей. Виноградной лозой, гефен, гефенпурия. Каждый сидит под своей смоковницей. Это она. То есть здесь благоденствие, изобилие, безопасность, мир, покой в том грядущем царстве, которого ждут, которое провозглашается у пророков. Камень, краеугольный камень. Опять же здесь мессианский смысл. Этот камень, камень же Бе Христос, скажет апостол. Вот этот камень, Иисус Христос, он уже не Иисус, Сын Осидеков, а Иисус Христос. Этот самый камень, на нем, на этом камне, семя чей, очи, обозревающие всю Вселенную, начертание его, начертание. Вспомним, как пророк Иезекииль начертал на камне Иерусалим, чертеж Иерусалима, на камне, на неком, на кирпиче, и лежал вокруг Иерусалима, рядом с этим городом, совершая свое символическое действие. Причем там зрители, которые видели это зрелище, они не понимали, что за город начертан, думали, что это Вавилон, и вдруг внезапно Иезекииль говорит им, это Иерусалим. Позднее автор глоссы, в начале этого повествования про символическое действие Иезекииля, в начале, в первый стих поставит это свою глоссу, и драматический момент исчезает у читателя. И рассказ становится не столь драматичным, а непосредственно зрители Иезекииля, конечно же, не знали, что речь идет об Иерусалиме, и для них это было сюрпризом, когда было сказано, что это Иерусалим, а не вовсе не Вавилон, враг пленников, не вражеская столица, а их родная столица, захваченная врагами. Вот здесь тоже начертан, на одном из камней начертаны не только семь очей, но и начертания его. Начертания его, может быть, начертания Иерусалима имеются в виду, говорит Господь Савов, и сглажу грех земли сей в один день. Грех земли будет изглажен, и вот этот камень полагается пред Иисусом. И сам Иисус в каком-то смысле становится тем камнем, краеугольным, на котором строится будущее богоправления. Ну, а позднее этот образ камня, это метафора камня, краеугольного камня, прилагается к Иисусу Христу. Также, конечно, проводится параллель с камнем, из которого истекли воды. Когда Моисей ударил по нему жезлом, потекли воды, напоили жаждущий народ в странствовании по Синайской пустыне. И все это заканчивается благоденственным и мирным житием. Каждый будет сидеть и друг друга будут приглашать под виноград и под смоковницу. То есть мир и безопасность и изобилие в грядущем Царстве Божьем, в грядущем Иерусалиме, прообразом которым, историческим прообразом, является Иудея, восстановленная после Вавилонского плена. В следующей главе, в четвертой, в пятой и в шестой, в трех последующих главах будет еще целый ряд видений, о которых мы поговорим и о которых будет уже, в частности, в следующем видении говорится нечто о Зарававеле. Зарававель, партия Зарававеля, противостоящая и партия Иисуса, первосвященника. И вся эта борьба религиозно-политическая находит отражение в тех видениях и в тех пророчествах, которые Господь показывает и открывает и сообщает пророку своему Захарии. Запись делается для библейского портала Экзегет и больше ни для кого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова